Вспомогательные конструкции при строительстве автодорожной части Крымского моста использовали для погружения свай, бетонирования опор и создания пролетов. А специально для бытовых помещений и оборудования в акватории Керченского пролива установили площадки на трубчатых сваях. Самые большие из этих объектов длиной по 100 метров и весом в 4000 тонн расположили с двух сторон судоходного коридора. Временные конструкции позволили провести масштабные строительно-монтажные работы без помехи для движения кораблей. Сейчас водолазы поэтапно демонтируют вспомогательные элементы. Работаем в диапазоне глубин от 12 до 4 метров. Сваи срезаются на метр ниже уровня грунта, после чего сваи удаляются с помощью кранов, в результате чего дно Керченского пролива остается чистым без каких-либо признаков временных опор. Под водой применяют электрокислородную резку. Водолазы расчистили от свай труб и арматур уже более трех километров дна вдоль Крымского моста. Здесь достаточно мутная вода из-за илистого дна поднимается взвесь и видимость практически нулевая. Также очень часто дуют ветра и, соответственно, поднимается течение. Работа на течение тоже очень сложная. Мы справляемся с этой работой. Водолазам придется поработать в районе Крымского моста и в 2019 году. Именно тогда планируют завершить строительство железнодорожной части путепровода. О генеральной уборке на стройке века узнавали Оксана Колесникова и Татьяна Бурдастых. Информационный канал Севастополя.